Валерий Рябых, военный эксперт с нами на связи. Валерий, приветствуем вас. Доброе утро в студии, доброе утро, уважаемые зрители. Да, действительно, ну вот как раз в финале наша коллега сказала, что Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, и понятно почему. Но на самом деле еще добавлю, что этот процесс не начался в 2022-м, этот процесс начался как раз в 2019-м. И тут же, опять же, почему я вспоминаю о 2019-м, на самом деле Россия тогда уже начала терять позиции на международном рынке вооружения. Я вот специально, да, потому что мы с Денисом как раз Пахилой, моим коллегой, комментировали эту тему в наших паузах, и интересно как раз ее обсуждать. Россия теряет позиции на международном рынке вооружения на самом деле с 2019-го года. Стокгольмский Международный институт исследования проблем мира тогда опубликовал очередной доклад, который институт готовит один раз в пять лет. И вот как раз есть показатели о том, как Россия теряла, скажем так, эти показатели. Тогда это произошло на 17%. Мне кажется, возникает логичная точка мнения, точка зрения о том, что Россия не просто так теряла тогда позиции на международном рынке вооружения, а тогда она уже понимала и готовилась очень серьезно к полномасштабному вторжению, поэтому что-то оставляла у себя. Ну, возможно, я ошибаюсь, я вам дам это прокомментировать. Понятное дело, что с 2022-го, когда произошел факт интенсификации боевых действий со стороны России по отношению к Украине, тогда пришлось все-таки часть вооружения оставлять у себя для того, чтобы продолжать воевать. Все-таки давайте о показателях расставим акценты. Каким образом Россия продолжает терять эти позиции? С чем они связаны? Все-таки связаны с тем, что большую часть оставляет у себя Россия для того, чтобы воевать? Либо же здесь все-таки прагматичный подход других стран, которые приобретали это вооружение у Российской Федерации, и которые все-таки не хотят попадать под санкционные пакеты со стороны тех же Соединенных Штатов Америки? Вам слово. Ну, прежде всего, тут нужно понимать методологию Саргольевского института. И вот эти исследования он берет, усредяет за пять лет. И каждый год выпускается подобное исследование, при этом суммируются все показатели за пять лет, ну и выводятся вот эти показатели по странам. И здесь нужно сказать, что показаны вот тенденции падения Российской Федерации. Но также нужно отметить, что они еще и смягчаются, потому что общий показатель выводится за вот эти пять лет. А нужно отметить, что 2019 год, как вы заметили, был последним из годов, годов, когда Российская Федерация держалась вот на одном уровне на рынке вооружений. И это продолжалось где-то порядка 20 лет. И нужно отметить, что в это время Российская Федерация поначалу, ставши преемником Советского Союза, эксплуатировала те наработки, которые были. И в Советском Союзе и продавалось избыточное вооружение. Затем, конечно же, были сделаны определенные шаги по представлению каких-то модернизированных средств, которые бы соответствовали требованиям рынка. И вот здесь нужно сказать, что как раз вот эту модернизацию и обеспечила сотрудничество Российской Федерации, которое она развивала с странами Запада, прежде всего, получая от них высокотехнологические компоненты и устанавливая их на постсоветскую технику и делая ее таким образом более современной и соответствующей требованиям рынка. Именно это позволило удерживаться Российской Федерации вот на той позиции достаточно длительное время. Мы можем вспомнить сюда и те же модернизированные комплексы С-300, которые являются одним из основных видов вооружений, предлагавшихся на зарубеж. Те же С-400, продолжение уровня модернизации С-300. Ну и тот же танк Т-90, допустим, которые благодаря установке современных комплексов управления и прицельных приспособлений, которые содержат непосредственно западные компоненты, делали современным вооружением, что позволило продавать эти вооружения отдельным странам. 2019 год стал последним вот таким годом. И это связано тоже в том числе с прекращением потока иностранных комплектующих. Потому что санкции, они вводились постепенно, начиная с 2014 года. Причем нужно отметить, что этот процесс шел параллельно. И тогда они были, как бы назывались, зеркальные санкции против России и против Украины. Ну и постепенно вот это обрушивало возможности к предложению на рынке чего-то нового. После 2019 года начал регресс именно в связи с тем, что Россия не смогла предлагать что-то более продвинутое из-за отставания прежде своего технологического. Ну и, конечно же, добили этот процесс санкции, введенные в 2022 году, окончательно отрезав Российскую Федерацию от технологических ручейков Запада. И сейчас только остается брать какие-то там капли в виде тех же электроники двойного назначения, которую российские дипломаты таскают в тех же чемоданах дипломатической опорции, чтобы обеспечить какие-то еще оставшиеся экспортные контракты. Ну и нужно сказать, что глобальный удар по позициям Российской Федерации на рынке вооружения нанесли вооруженные силы Украины развенчавшиеся многочисленные мифы о суперовости российского вооружения, который годами строили российские пропагандисты по всем видам вооружения. И нужно сказать, что в этом они достигли мастерства. В отличие, конечно же, от самих оружейников, которые были тесно завязаны на те же западные технологии. И именно благодаря этому Российская Федерация и могла поддерживать свои способности по производству вооружения. Ну и еще один фактор, нужно сказать, что, конечно же, благодаря украинской армии также наметилось и падение авторитета и влияния Российской Федерации. Я хочу завершить. Причиной падения, скажем так, влияния Российской Федерации на рынке вооружения являются и падение авторитета этой страны, естественно, которая является нарушителем международного права и данных с собой же обязательств по многим направлениям. А нужно сказать, что сфера вооружения – это достаточно чувствительная сфера, потому что, покупая вооружение, вы либо являетесь партнером этой страны, либо, откровенно говоря, ориентируетесь на нее и являетесь ее сателлитом, потому что долгое время вы должны быть уверены в поставках комплектующих, в обеспечении сервисов и так далее. И вот все это время, начиная с 2019 года, мы видели отказы традиционных для Российской Федерации поставщиков от уже ранее подписанных контрактов. Вспомнить, допустим, тот же контракт по МИД-27 с Филиппинами на 227 миллионов долларов или, допустим, тот же известный египетский контракт на СУ-35, который якобы сейчас уже выкупил Иран, но до сих пор не может получить, потому что сейчас Российская Федерация не может обеспечить выполнение этого контракта уже в связи с технологической отключенностью. Ну и, конечно же, показательным является динамика по странам, потому что за последние годы, последнее исследование следует привести эти цифры. И ЕГИР на 34% сократила резко сотрудничество с Российской Федерацией. Китай, один из основных партнеров, на 39%, Египет на 54%, Алжир на 83%, Вьетнам на 91%. И вот это показывает то, что вот эти страны, они не уверены в том, что Российская Федерация сможет и далее обеспечивать поставки и обслуживание, поставки по контрактам и обслуживание ранее поставленного вооружения. Ну и здесь все перспективы у Российской Федерации, ну только одни, дальнейший, скажем так, уход с международного рынка, ну вплоть, можно сказать, там до полного прекращения существования вот такого игрока на международном рынке, как Российская Федерация. Давайте закончим тему, собственно, вооружения Российской Федерации. Вот это реклама. Х-47 кинжал, цирконов, систем ПВО С-400, которая стоит более 1 миллиарда долларов, экспортный вариант, я имею в виду. Все это в нынешних условиях, когда вот российское оружие показало себе, скажем так, себя на поле боя. Как это играет в аспекте возможностей российской продавать вооружение другим государствам? Давайте на этом сосредоточимся также. Смотрите, вот как может влиять уничтожение комплекса С-400 в прямом эфире со съемкой с украинского беспилотника на его продвижение на международном рынке? Естественно, только одним образом. Будут отказываться даже рассмотреть предложения те страны, кто хотел. Это сделать, задумываться над тем, как дальше использовать этот комплекс, те, кто его уже имеет. И нужно сказать, что этот комплекс был одним из таких основных ударных продуктов, которые Российская Федерация предлагала на международном рынке вооружений. Ну и основное здесь, конечно, противодействие и крылатым, и баллистическим ракетам. И кто-то хотел защитить свои территории. Но, как видно, этот комплекс не может защитить и себя. То же самое, допустим, по тем же кинжалам и другим супер-пупер-ракетам. Нужно сказать, что это не были такие основные продукты, которые предлагались на международный рынок. Ну, конечно же, возможно, были такие надежды. Но на данном этапе Российская Федерация не может обеспечить этими продуктами и сама себя. Потому что все же, делая ставку на создание вот этих аналогов нетных продуктов, в основе-то лежали западные технологии. И не зря были посажены те же 13 ученых, которые были причастны к разработке этого же кинжала. И вот так вот все в Российской Федерации. А просто на вооружении это видно очень выпукло. Потому что вооружение есть одно свойство. Оно либо работает, либо не работает. И, конечно же, все будут отдавать предпочтение тому, что работает. Валерий, вам спасибо огромное. Мы увидимся обязательно и эту тему продолжим. И, на самом деле, очень много аспектов, которые важно сегодня обсуждать и расставлять правильные, четкие акценты. Валерий Рябых, военный эксперт, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.